Я уже говорил несколько раз, что мы никуда не торопимся, и для нас этот бренд-бук нужен был для начала работы по маркетинговой кампании. Маркетинговая кампания – это следующий сезон, это сезон следующего года, но я думаю, что к весне мы представим всю концепцию маркетинговой кампании и продвижение музея-заповедника, прежде всего, во внешнем пространстве. Нас интересует несколько рынков. Во-первых, это рынок Москвы, это очевидно, потому что это платежеспособный спрос, и это тот самый одиночный турист, который в большей степени сейчас готов ехать, путешествовать в радиусе 300 км от Москвы, для этого нужно создавать понятные условия. Кстати говоря, насчет одиночного туриста, в общем объеме в этом году мы получили очень интересную цифру, это цифра 65% одиночного туриста против 35% туриста группового, тогда как всегда превалировал групповой турист, всегда превалировал турист автобусный. Вот в этом году мы получили неожиданную для себя цифру. Что из этой цифры следует? Из этой цифры следует, что мы должны сейчас полностью менять и навигацию, как внешнюю навигацию, так и внутреннюю навигацию, потому что одиночный турист, как правило, не берет экскурсовода. Но для того, чтобы музей был ему понятен, необходимо выстраивать систему навигации музея таким образом, чтобы за счет мобильных приложений, за счет стрелочек, карты и всего остального, турист понимал вообще, где он очутился. С групповым все просто, идет экскурсовод и рассказывает, посмотрите налево, посмотрите направо. С одиночным сложнее, его нужно завлечь. Скажу больше, если проанализировать количество туристов, которые остаются ночевать в Суздале в гостиницах, понятная средняя загрузка, понятное количество мест отелей в Суздале, и количество туристов, которые приходят к нам, окажется, что из людей, которые ночуют в Суздале, до нас доходит в лучшем случае 40%. В лучшем случае. Вот по моим оценкам это все-таки 30%. Это тоже некий вызов. Это означает, что мы в какой-то степени не дорабатываем по части привлекательности, привлечения, маркетинга. Вот как раз для тех туристов, которые уже приехали в Суздале, но они до нас не дошли. Это те самые точки роста. Вот, собственно, почему райель-то нужен, да, в том числе. Почему нужны брендирования, почему нужны сейчас стенды для внутренней навигации на объектах, почему по большому счету нужно быстро делать, но быстро не получится, нужно делать хороший сайт, через который, современный сайт, на уровне сайтов ведущих федеральных музеев, которые позволят самостоятельно выстраивать маршруты, которые позволят там самостоятельно покупать билеты и получать всю необходимую информацию. Все это нужно делать, и это как раз вот те самые задачи будущего года, с которыми нам придется справляться.